Итак, значит, для тех, кто не был на предыдущих уроках, рации объясню. У нас есть окна, в которых будут отображаться наши объекты. Например, вот я просто сейчас для примера создал мобилк, вы можете просто смотреть. Значит, это окно вид сверху, вид сбоку, фронт, вид сбоку, left, а это у нас называется перспектива, где мы можем объект посмотреть со всех сторон. Значит, вращаться вокруг объекта нажимаете клавишу Alt и среднюю клавишу мыши. Такое вращение. Значит, сейчас, чтобы вы попробовали, рядом с окнами у нас вот есть такое вот меню объектов. Вот. Здесь вы нажимаете вот чайник, в любом языке, который вам больше нравится, нажимаете и не отпуская левую клавишу мышки, вы просто меняете его размер. Убирайте такой размер, чтобы вам удобно было видно. И отпускаете. Все, он готов. Дальше вы его... Удалить клавишу Delete. Когда вы нарисовали чайник, нажали правую клавишу мыши и у вас выключилась вот эта вот менюшка. Либо можете Escape. Вот правой нажимаем, а это Escape. Потому что если вы не нажмете, то каждый раз вы будете создавать новый чайник. Вот. Если вы создали много чайников, они вам мешают, вы их можете удалить. Вот. Нажимаете на чайник и нажимаете Delete. Нажимаете. Задача в том, что... Вот. Сейчас просто создайте себе чайничек. Вот. Попробуйте его удалить. Попробуйте несколько чайничков создать. Удалять. Попробуйте. Мы сейчас с вами... Нажимаю на него, да, и Delete нажимаем клавишу. Супер. Давай еще раз создавай чайник. Создай несколько чайников. Рядышком. Да, вот так. Молодец. Все. Теперь нажми Escape. Видишь, у тебя выключилась эта менюшка. Теперь ты выделяешь любой чайник, да, или вот так вот. И Delete. Все супер. Вот. Вот. Вот есть у нас чайник. Что-то не работает. В общем, ладно. Нажимаем клавишу Alt и держим, нажимаем среднюю клавишу мышки. Мы таким образом вращаемся вокруг чайника. Создайте чайник обязательно. Вот. Таким образом вращаемся. Если вы просто нажимаете колесико и крутите, вы можете... Да, правильно. Если вы нажимаете колесико, не крутите, просто нажали и держится, и у вас получилась такая ладошечка, вы можете двигать. Вот. Основные приборы для ориентирования в пространстве это вот Alt и средняя клавиша, просто средняя клавиша и вот в расчетах. Вот. Их на самом деле много, но достаточно знать базовые вот эти клавиши. Дальше. Окна у нас маленькие, мы можем их сделать большими. Для этого вот сбоку у нас есть вот такая вот клавиша. Сам мы в нижнем экране, видите, нажимаем и... Работает, как вы видите, ищет кто подойдет? Давайте мы сейчас будем без горячих клавиш, потому что вы потом все очень сильно запутаетесь и будет печально. Горячие клавиши будем изучать, когда будем хорошо ориентироваться. Потому что их тут очень много. То же самое вот, вот вы вращаетесь вокруг объекта. Удаляем. Теперь делаем вот следующее. Есть тут вот команда plane. Создать плоскость. Вот. И берем вот так вот ее создаем. Все. Вот у нас есть такой вот плейник. Сейчас на этот плейник мы нанесем изображение. Все, что кроме плейника, удалите. Все создали плейник? Да. Замечательно. Теперь мы на него нанесем текстуру изображения. Значит, текстуры, вот смотрите, вверху верхняя вот менюшка такая большая. Называется Material Editor. Material Editor. Вот нажимаем на него. У нас вот выпадает вот такая вот менюшечка. Вот ее вот если за верхнюю часть брать, ее можно двигать. Вот. Можно ее вот так вот, как любое окно в Windows редактировать. То есть больше, меньше. Вот. Для начала мы вот создадим материал, например, стандартный. Нажимаем на него. И тащим сюда на объект. Видите, он наш цвет поменял. Вот. Можем несколько раз на него нажать. Тогда он начнет отображаться вот здесь. Вот видите. Вот. Можно его удалить. Точно так же. Выделяете и удаляете. Вот. Вот эта вот менюшка, она в чем-то идеологию другой программы. Тоже трехмерной. Майя. Вот. В принципе, я предпочитаю пользоваться более упрощенными вариантами. И вам тоже советую. Они более наглядные. Вот. Для этого вот здесь вот там, где Models видите. Включаем Compact Material Editor. Вот у нас появляется вот такая вот самая, что нужно есть, простая менюшка. С которой намного удобнее работать. Видите, вот. Это вот продвинутая версия. Это вот компактная версия. Вот так вот мы вот переносим объекты. Видите, они вот. Когда мы какое-то назначаем материал, он у нас становится вот, подкрашивается вот такими вот объектами. То есть, например, вот создадим... Вы можете не создавать, я вам покажу. Видите, когда я переключаюсь на пленник, у меня становится активно вот этот материал. Когда я переключаюсь на бокс, он у меня становится активно. То есть, это вот. Очень удобно, когда вот так вот. Видеть, на каком объекте. Когда вот два объекта выделилось, соответственно, два материала выделилось. Теперь. Вот нажали на шарик. Ой, много не надо. А сейчас мы на него назначим текстуру. Текстура назначается вот ниже менюшечка есть. Вот. Здесь вот даже написано diffuse. Вот. Это место, куда мы будем назначать текстуры. В diffuse мы можем просто поменять, например, цвет объекта. Вот там, любой, какой нам больше нравится. То есть, для этого вы просто два раза нажимаете вот сюда, в центр, и можете выбирать тот цвет, который вам нравится. Вот. В некоторых происходит следующее. Вы, например, цвет меняете, а у вас ничего не происходит. Почему это? Потому что у вас на объекте назначен другой материал, соседний. Вот. Вы просто берете его вот так вот перетаскиваете. Или вот, я хочу, например, синенький материал. Вот я синенький перетянул. Или зелененький. Или там создал, там, красненький, например. То есть, таким образом можно делать разную цветовую. Да. Вот. Назначаем вот, например, там любой. А теперь назначим текстуру. Рядом с этим вот окошечком, где вы меняли цвет, есть такой маленький квадратик. Видите все, да? Нажимаем на него. Выпадает нам вот такая здоровенная менюшечка. Все это нам не надо. Нам нужна самая верхняя. Называется Bitmap. Нажимаем на нее. Можно либо два раза, либо один раз и окей. У вас выпадет окно, где мы будем выбирать текстуру. Для этого мы заходим вот, например, на рабочий стол. Я всем создал папочку Tutorial. Вот. И мы будем делать тарелочку, например. Вот. Вот это вот. Мы выбрали тарелочку и нажали Open. Open, да, вот. Окей. Все. Вот она у нас назначена. Ну, как мы видим, по какой-то причине, но не отображается, да? Для того, чтобы она отображалась, вот здесь вот есть Show Shaded Material. Видите, вот такая вот квадратик там с какой-то лампочкой и он в клеточку. Вот, куда вы его нажимаете? У вас у всех получилось? Да. Так, сейчас у кого не получилось, то мы сейчас подойдем. Так, что ж такое?